Юлия Колколова пришла на ревакцинацию не одна. Женщина привела с собой своих коллег по работе. Она не только в начале пандемии сама переболела коронавирусной инфекцией, но и совсем недавно потеряла друзей. Неделю назад у меня друг умер от ковида. А перед этим, месяц назад, еще один друг. Это молодые мужчины, 50 лет, которым жить и жить еще. И это люди, которые не хотели прививаться, ну или по каким-то причинам не могли, возможно. Я считаю, что я хочу жить, причем жить здоровой, счастливой, красивой. Так что я тут для моего здоровья исключительно. Вакцинация против ковид-19 – сегодня самая актуальная процедура в медицинских кабинетах Самары. Как отмечают специалисты, к концу лета количество заболевших коронавирусной инфекцией значительно увеличилось. Если в мае-июне заболеваемость была достаточно низкая, то сейчас порядка уже в два раза она увеличилась. И мы настоятельно рекомендуем пройти ревакцинацию. То есть те лица, которые вакцинировались шесть месяцев назад, подлежат ревакцинации. Сделать повторную прививку необходимо прежде всего тем, кто находится в группе риска. Это граждане старше шестидесяти лет. Люди, которые имеют хронические заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Записаться на прививку можно дистанционно. По телефону в регистратуре поликлиники или через портал госуслуг. Сама процедура много времени не займет. Пациент заполняет анкету, затем терапевт измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление, производит осмотр и при отсутствии противопоказаний направляет пациента в процедурный кабинет. На сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 1 миллион 750 тысяч жителей Самарской области. Повторную вакцинацию прошли свыше 520 тысяч человек. Светлана Тимофеева, События.